CorePunk стал доступен несколько дней назад и, будем честны, количество вопросов по игре у широкой публики растет в геометрической прогрессии. Не потому, что с ней что-то не так, нет, совсем наоборот. Связано это с тем, что количество пользователей в проекте растет с очень большой скоростью. А вот информации и разборов игрового процесса в сети почти нет. Собственно, в этом выпуске мы пробуем кратко ответить на основные вопросы, которыми чаще всего задаются игроки при входе в это MMORPG. Правда, вначале вспоминаем про спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает Камбэк ПВ. Камбэк ПВ это ожившая классика Perfect World, которая предоставляет доступ всем желающим к двум самым популярным версиям в истории этой игры, 1.3.6 и 1.4.6. К примеру, ваш покорный слуга уже почти два года играет на более старшей версии, которая приглянулась ему более быстрой и легкой прокачкой, а также большим спектром доступных классов и рас, среди которых можно найти амфибии, которые принесли в проект шаманов и убийц. В это же время любители хардкора могут заглянуть на версию клиента 1.3.6, где доступны только оригинальные персонажи, а сам игровой процесс значительно более суров к игроку, что отлично ощущается в его гиперсоциальной составляющей. С другой стороны, оба мира имеют ряд улучшений, которые делают их игровой процесс гораздо приятнее. К примеру, вы можете починить свою экипировку прямо в инвентаре вашего персонажа и там же воспользоваться магазином, который не только скупает добытые вами трофеи, но и позволяет приобрести вино, банки и некоторые другие товары, не отходя от кассы. Если вы заинтересовались, тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь, за нее и вам, и мне начислят множество приятных бонусов. Удачи! При входе в Корпанк, первое, с чем вы столкнетесь, это выбор класса. Сейчас их доступно 6, но в будущем их количество расширит до 36. При выборе вы должны знать, что вы выбираете не класс, а специализацию. Например, бомбер — это класс, специализация — это медик, инфильтратор и гренадер. После прокачки персонажа ее можно будет свободно менять, а поэтому, выбрав бомбера, вы сможете играть за все 3 ветки. Учитывайте это при выборе. После выбора класса вы перейдете к прокачке. Корпанк предполагает, что большую часть опыта вы будете получать за выполнение заданий, но это не единственный способ прокачки. Получать опыт можно и на гринде существ, особенно элитных, а также прокачивая профессии. Например, чтобы взять первые 10 уровней на ремесле, вам потребуется приблизительно 14 часов чистого игрового времени, что не так много, если мы проводим параллели с другими MMORPG. Правда, есть и нюанс. В игре нет квест-хелпера, и весь ее игровой процесс заточен под исследования окружающего мира. Так что да, для выполнения заданий вам придется или лезть на YouTube и смотреть, где именно их делать, или внимательно читать диалоги. Впрочем, в качестве альтернативы можно прибегнуть и к присоединению к русскоязычному дискорд-каналу, где также есть вся информация, а также присутствует возможность пообщаться с другими пользователями, которые обычно не отказывают в различных советах. Диалоги, кстати, здесь интересные, ведь игра 18+, поэтому в них есть весь бурлеск красок без какой-либо цензуры. Главное, не переживайте, если вы умеете читать, вы точно найдете, где сделать то или иное задание. Благо, читать квесты в Корпанк не тяжело, ведь Ёлочка или Яндекс.Транслейтер здесь не нужны. Разработчики позаботились о нашем сообществе и добавили в клиент полноценную локализацию. Единственное, чего не хватает, это озвучки, но она тоже подтверждена и обещана в возримом будущем, приблизительно до конца 2025 года. Диалоги в игре это вообще довольно важная штука, ведь практически каждый житель Квалата, так называется местный мир, предлагает вам какой-то квест. Подойдя к нему и поговорив с ним, вы сможете обнаружить значок в виде спасательного круга. Если он говорит желтым, поздравляю, вы можете взять задание. Если он говорит белым, значит задание вам не по уровню, но вы сможете начать его позже. Так что не стесняйтесь общаться со всеми окружающими вас персонажами. Впрочем, гораздо больше проблем у вас вызовет даже не поиск заданий, а не регенерация здоровья и маны. Так сложилось, что в Корпанг отсутствует пассивное восстановление этих показателей. Сами по себе, они регенерируют только в том случае, если у вас 90 и более процентов этого показателя, что на низких уровнях совсем не ощущается. Костры, которые расположены в городах, а также могут устанавливаться на локациях, они увеличивают регенерацию и добавляют пассивного восстановления. Пища, которую можно использовать без костров или на них, чтобы сделать ее еще эффективнее. А также таблетки или флаконы маны, которые быстрее всего пополняют шкалы с вашими основными ресурсами и могут быть использованы в бою. Так что не стоит тратить их вне сражения. Если вы будете не слишком внимательны, то есть все шансы, что противники вас убьют. Корпанг не особо обращает ошибки с менеджментом ресурсов. В таком случае вы появитесь на кладбище и вам нужно будет добежать духом до своего тела, после чего вы сможете воскреснуть. Главное учитывайте, что при гибели от существа вы теряете один случайный неперсональный предмет из своего инвентаря. Он выпадает на землю и у вас будет примерно 5 минут с момента смерти, чтобы его забрать. Если же вы умрете от рук игрока, то вы также потеряете один случайный неперсональный предмет из инвентаря, но победитель сможет забрать его с вашего тела. Хотя не только сражениями будет занят ваш персонаж все свободное время. Есть в игре и мирные активности в виде профессии, а точнее 4 добывающие. Горное дело, травничество, снятие шкур и заготовка древесины, а также 4 производящие. Конструктор, алхимик, оружейник и мистицизм. Кроме этого есть одна вспомогательная профессия, кулинария. Все профессии имеют 3 уровня и собирая профильные ресурсы вы можете их прокачивать. Чем выше уровень в ремесле, тем более крупный ресурс вы можете собрать. Чем более крупный ресурс вы можете собрать, тем больше ингредиентов вы сможете с него добыть. Понятное дело, что во время вашего путешествия у вас могут появляться лишние ресурсы, которые некуда будет потратить. Вот не нужны они вам и все. Не спешите продавать их ближайшему торговцам. Лучше попытайтесь продать их другому игроку или выменять у него что-то ценное для вас. Благо в игре есть функция обмена и он полностью свободный. Разве что персональные предметы экипировки нельзя передавать, различные уникальные предметы, но это как везде. Не лишним в этом контексте будет вспомнить и про местных жителей, ведь абсолютно все они предлагают вам случайный набор товаров. Да, есть ремесленные торговцы и у них перечень предметов фиксированный, но все остальные граждане генерируют случайные предметы для каждого игрока в отдельности. Предложение обновляется несколько раз в день, поэтому побегав по городу, вы можете найти искомые вами предметы просто в продаже. Также не лишним будет знать, что каждый торговец имеет определенную сумму золота, которая восстанавливается примерно сутки, поэтому продать все одному персонажу может и не выйти. А самое главное заключается в том, что разные торговцы готовы предложить разное количество денег за баш скарб. Например, лесоруб может предложить за доски только один золотой, а условный повар целых пять, так что не спешите продавать все первому встречному. Возвращаясь к профессиям, нужно заметить, что если вы откроете меню с ними, то заметите, что на них набираются проценты. Проценты — это мастерство. Оно не влияет на тир ресурсов, которые вы можете собирать, и сказывается только на качестве собираемых ресурсов. Например, на 40% мастерства вы можете собирать синие ресурсы, а на 100% вы получаете шанс приобрести эпические. Производственные же профессии имеют другие бонусы за проценты. Главное, что вы должны учитывать, что эти самые 100% разделяются поровну между четырьмя добывающими и отдельно между четырьмя производящими ремеслами. Проще говоря, 100% и в горном деле, и в травничестве быть не может. Вам придется выбирать, что вы хотите прокачать на максимум, благо проценты подвижные и меняются по ходу сбора ресурсов. Где-то на этом моменте вы должны прокачать пятый уровень своего персонажа, и вот здесь начинается самое интересное, ведь вы сможете выбрать таланты. Всего в игре 10 деревьев пассивных талантов, и одновременно может быть активно 3. Первая выбирается на пятом уровне, вторая на десятом, а третья на пятнадцатом. Выбор всегда можно изменить с помощью специальных предметов, которые выпадают в мире и продаются у торговцев, но это не главное. Гораздо важнее другое, и если вы играете в одиночку, первый ветк талантов вам нужно брать в пассфайндер. Почему? Потому что первые несколько талантов в нем позволяют вам регенерировать здоровье в пассивном режиме, что почти избавляет вас от необходимости использовать пищу и костры вне боя. Правда, работает это только в том случае, если вы играете в одиночку. Для группы эта ветка полностью бесполезна. Нужно учесть и еще одну деталь. В игре нет экипировки с характеристиками. Вашего персонажа усиливают только артефакты и оружие, а броня носит исключительно визуальный характер. Поэтому вы можете надевать на вашего персонажа любые предметы, которые вам понравились внешне. Артефакты же вставляются в 6 специальных слотов вашего героя, и тоже имеют 3 тира на сегодняшний день. Повышение тира происходит путем комбинации артефактов предыдущего уровня. Например, чтобы получить артефакт на силу атаки и здоровье второго тира, вам нужно скрестить артефакт с силой атаки и артефакт со здоровьем первого тира. Имейте в виду, что скрещивание артефактов работает только в том случае, если вы занимаетесь этим через профессии. В остальных случаях вам придется выбивать артефакты и оружие самостоятельно. Их можно получить разными способами. Например, выполнив задания в игре, победив мировых боссов или найдя тайники в игре. Тайники в Корпанк существуют двух типов. Первый самый распространенный – это сундуки. Они разбросаны по всей карте мира, и вы можете свободно их открывать. Места их появления не случайны и вполне себе фиксированы, а вот время восстановления как раз-таки случайное. Второй тип – это заброшенные здания. С ними немного сложнее. Чтобы в них войти, вы должны выбить ключ, который получается с различных существ в открытом мире. Только тогда можно будет открыть дверь и собрать добычу внутри жилища. Кстати, раз уж мы заговорили про тайники и сбор предметов в домах, нужно заметить, что в Корпанк много разных интерактивных предметов, вроде коробок, бочек, стеллажей и всего остального. Вы можете собирать с них предметы без каких-либо ограничений, ведь они могут содержать не только золото или ценные расходуемые материалы, но и редкие рецепты. Главное, учитывайте, что награды с них случайные, а в городах сбор предметов из домов жителей считается воровством. Воровство в этой игре снижает вашу карму, и если она станет слишком низкой, в городе вас начнут атаковать. Так что не злоупотребляйте этим, а лучше вообще так не делайте. И раз уж мы заговорили про карму, то не лишним будет заметить, что она в этой игре снимается за три разных действия. Первое — это мародерство в домах жителей городов. Второе — это убийство игроков в мирных зонах. И третье — это убийство игроков значительно более низкого уровня, чем вы в PvP-зонах. Как это работает? В мирных зонах за убийство другого пользователя вы будете терять 60 кармы, а в PvP-зонах от 20 до 100 единиц, в зависимости от разницы в уровне. Карму можно восстановить, убивая существа в открытом мире, но имейте в виду, что если ее показатель достигнет 1000, вы войдете в криминальный режим, и после этого ваше убийство позволит противнику получить все содержимое вашего инвентаря и все ваши артефакты. Выпадут даже персональные предметы, поэтому лучше не злоупотреблять подобным. Нельзя не вспомнить в этом списке и про еще одну основу, которая не лежит на поверхности и становится нужна приблизительно на этом этапе. Корпанк является изометрической игрой, но в нем можно не только бегать по карте, но еще и прыгать, а также плавать. С плаванием вопросов не возникает, а вот прыжки здесь работают достаточно интересно, чтобы перепрыгнуть через забор или забраться на уступ, недостаточно просто нажать на клавишу «Пробел». Вам удастся это сделать только в том случае, если вы будете удерживать правую кнопку мыши. Об этом мало кто знает, так что обязательно имейте это в виду. Возвращаясь же к полезным функциям, стоит заметить, что в игре есть банк. Банк здесь довольно объемный, и в него можно поместить очень много предметов. Однако главная функция, связанная с ним, завязана даже не на этом. Суть в том, что банк здесь распространяется на всю учетную запись. Это означает, что он общий между всеми вашими персонажами, так что если вы захотите передать что-то от одного героя к другому, отправляйтесь прямиком в него. Ограничений нет, и через него можно перекидывать даже персональные предметы. Приблизительно к этому моменту вы должны достигнуть восьмого уровня, а это означает, что теперь вы можете приобрести себе свой первый транспорт. Да, в игре он есть. Транспорт продается в крупном городе в северо-восточной части карты, и добраться до него пешком можно примерно за 15 минут. Учитывайте, что первым верховым животным будет байк, и он, в отличие от некоторых других предметов, не персональный, а поэтому его может купить вам ваш товарищ. Главное, чтобы у него было 400 золотых, ведь именно столько обойдется вам первый транспорт. И да, лучше копить золото до его покупки, ведь с ним передвигаться по карте станет гораздо удобнее. О, и еще, раз уж мы заговорили про покупки, не лишним будет упомянуть про приобретение самонерок. Самонерки — это две вспомогательные способности, которые вы можете выучить у мастера в тренировочном лагере на западе от первой деревни. На выбор у вас будет несколько способностей, но лучшей комбинацией на этапе прокачки является способность на восстановление маны и спринт. Первая позволит вам быстро регенерировать этот ресурс, что будет полезно при игре как в одиночку, так и в группе, а вторая откроет возможность догонять противника или быстро выходить из боя. Слоты под самонерки открываются на пятом и десятом уровне. Хотя разработчики и планировали интегрировать аукцион к запуску раннего доступа Корпанк, но так и не успели это сделать. Поэтому на сегодняшний день эта механика в проекте отсутствует, но обязательно появится ближе к официальному релизу. К покупке транспорта и приобретению самонерок вы разовьетесь достаточно для того, чтобы столкнуться с разными кострами в игре. Всего существует два типа. Первые имеют пассивную регенерацию маны и здоровья, а также прибавляют вам 100% к эффекту от пищи, употребляемой рядом с ними. А вторые просто увеличивают эффект от пищи на 200%. Это не так сложно понять, ведь все это написано в описании этих предметов. Гораздо важнее другое. Некоторая еда в игре имеет дополнительные бонусы. Например, увеличивает вашу защиту после употребления. Получить этот бонус просто съев ее не выйдет. Он появляется только в том случае, если пища использовалась сидя у костра. Об этом мало кто знает, так что имейте это в виду. Путешествуя по миру квалата, вы периодически будете выбивать баночки голубого цвета, которые будут называться катализаторами. Используя их, вы довольно быстро заметите, что ничего не происходит. На самом деле это не так. За них дают опыт специализации. Специализации — это таланты конкретно вашего класса, которые наделяют ваши навыки активными и пассивными эффектами. Их прокачка — это одна из основ усиления вашего персонажа. Имейте в виду, что плюсики между усилением навыков — это бонус, увеличивающий силу вашей способности. Например, урон от нее или силу ее исцеления. А особые навыки — это дополнительные бонусы, которые действуют на ваш навык. Изучить все таланты специализации не выйдет, а поэтому хорошенько подумайте, прежде чем распределить очки в дереве. Впрочем, если на каком-то этапе вы ошибетесь, вы всегда можете их сбросить с помощью специального предмета. И раз уж мы заговорили про усиление персонажа, то не лишним будет вспомнить еще и про звездность экипировки. Каждый артефакт имеет несколько характеристик, которые рядом имеют значок звездности. Звезды генерируются случайно при получении предмета, и чем они выше, тем больше показателей вы получите. Имейте в виду, что количество звезд и качество предмета, а именно зеленый, синий, эпический, никак между собой не связаны. Ваши артефакты можно усилить не только повышая их звезды, но еще и за счет рун. Руны выпадают в открытом мире, производятся с помощью одной из профессий, а также продаются или выдаются по заданиям. Руны применяются к вашим артефактам, наделяя их каким-то перманентным свойством или эффектом. Например, они могут начать увеличивать вашу силу атаки после каждого удара до определенного значения. Кроме рун в игре есть еще и чипы. Чипы интегрируются в ваше оружие. Всего существует два типа. Слабые чипы, которые дают просто прибавку к характеристикам и являющиеся вечными, а также чипы, дающие какие-то активные бонусы и имеющие заряды. Активные чипы, например, могут увеличивать вашу скорость атаки после каждого критического удара, в то время как пассивные дадут просто постоянный плюс к силе атаки. Однако самая важная разница даже не в этом. Существенное различие заключается в том, что активные чипы нужно заряжать через какое-то время после их использования. Для этого существуют специальные предметы, которые выпадают в открытом мире. Возвращаясь к звездности и артефактам, вы должны иметь в виду, что получение одной звезды на предмете не приговор. В игре существует такая штука, как машина синтеза. Она доступна у любого ремесленного станка в городе. С помощью машины синтеза и специальных предметов вы можете менять характеристики на ваших артефактах. Всего существует три разных предмета. Первый позволяет изменить количество звезд у основной характеристики. Второй позволяет изменить количество звезд у вторичных характеристик. А третий позволяет изменить характеристики, заменив их на новые случайные. Так что выбиваете предметы и перековывая их в машине синтезом, вы можете получать более мощные или подходящие конкретно вам показатели. Всего в игре 40 уровней, но на этапе раннего доступа открыто только половина, всего 20. После прокачки персонажей игра не заканчивается. Вы не только можете одевать своего персонажа для сражения с опасными боссами или другими игроками, но и можете продолжать его прокачку. Уровень и мощь героя не повысятся, но вы получите дополнительные уровни, парагоны. За их достижения вы будете получать сундуки с редкими ресурсами и валютой для внутриигрового магазина, что в конечном счете позволит вам приобрести различные кастомизирующие предметы из него исключительно игровым путем. Собственно, как вы можете заметить, в этом материале было достаточно много советов, которые должны сделать ваше первое путешествие гораздо более удобным. Пожалуй, это далеко не все советы, которые можно было бы здесь упомянуть, но их будет более чем достаточно для того, чтобы вы поняли основные аспекты игры и вникли в происходящий игрой процесс. Корпанк достаточно самобытная MMORPG и, поверьте, его изучение приносит довольно много удовольствия, а поэтому в перспективе, когда вы откроете новые уловки и ходы, вы почувствуете себя гораздо лучше. Механики в этом проекте действительно выделяются на фоне всего, что мы привыкли видеть в изометрических играх. На этом и я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok